Они остались, несмотря ни на что. Минск под руководством Артема Челединского лихорадила всю первую половину сезона. Но во второй горожане набрали ход и все-таки завоевывают прописку высшей лиги на следующий сезон. Отлегло. Задача выполнена. Хотя изначально, да, мы с ребятами говорили, даже вот сейчас перед этой игрой все равно надо. Есть какая-то серия такая неплохая была у нас, чтобы ее продолжать и показывать на второй круг. Ну, опять же, если в целом брать, то мы второй круг провели очень хорошо. И, в принципе, вот благодаря этому, что пришли ребята, которые очень сильно помогли. И благодаря им, наверное, вот мы второй круг и так вот выступили. Конечно, есть удовлетворение. Такая команда, как Минск, должна играть в высшей лиге, я считаю, с такими воспитанниками, с такой школой. Конечно, слава богу, что мы не вылетели. И второй круг мы сыграли положительно. И не очень много проиграли. Да, в принципе, и в первом кругу мы играли со всеми на равных. Но ничего-то не хватало. Пришли опытные футболисты и чуть-чуть нам стало легче. Но до этого была игра. Горожане пожаловали в гости к арсеналу. Гиржинск в этом сезоне, наоборот, удивляет. В какой-то момент команда под руководством дуэта Вашкевич-Кубырев шла в верхней части турнирной таблицы. Но вот уже два месяца побед как след простыл. Если вот в общем брать, скажу, что вот команда, когда выполняет задачу поставленную, а уже там летом мы уже и заявили об этом, да, что мы остались в высшей лиге, что вот очки набрали. И этого вот боевитости, этой, ну, наверное, пару процентов это не хватает. Вот с Маргон сейчас боролась, да, и борется до последнего. Вот видно, что вот мы с ними играли, видно, что это у этой команды даже, может быть, зашкаливает. Это боевитость, это жажда, это желание. А вот нам этого чуть-чуть, чуть-чуть, я считаю, и не хватает. Осенний футбол, весенний футбол – это те времена года, когда игра отходит на второй план, а результат ставится во главу. Что Минск, что Арсенал больше боролись с полем, нежели друг с другом. Претензий к «Газону», конечно, особо нет. Для этого времени года он выглядит прекрасно. Но вот футболистам от этого не легче. Мы не смотрим там на серии какие-то, мы играем каждый матч на победу, то есть выходим, выигрываем. Сегодня там Арсенал, завтра там будет с Луцкой условно. Мы будем выходить и выигрывать, неважно, какая таблица, на каком месте. Болельщики Арсенала на месте, их не испугать даже холодами. Они и тянули на себе весь антураж футбола на городску. Возможно, именно это – главная мотивация команды. Дзержинский уже давно обеспечил себе прописку. Мысли явно отпускные. Если подъезд ребят повлиял, мы бы плохо начали второй круг. Но как раз-таки мы второй круг начали хорошо, и команда была на ходу. Но опять же вы видите, что у нас все на тоненького. А тут уже к концу чемпионата пошли карточки. Сейчас у нас Гадяев, Агеев пропускают матчи. И когда выпадают игроки, которые приносят результат, то, конечно, это сказывается. Зато вот Минску, чтобы остаться, пришлось плотно поработать в летний-осенний отрезок. Будем честны, молодежью горожане никак не вытягивали. Но подписание того же Жевнирова, Лисаковича, Гутера и, конечно же, Мустафы Джеме буквально вытянули челеденского ЭКО из трясины. Если сравнивать игрока 37 лет и 19, есть же разница. Все-таки игроки, которые с опытом, они подсказывают, помогают. Я уже давал интервью, говорил про Эдика Жевниру. Он нам помог и Лисакович, и Варакса, и Гутер тот же. Они все нам дали им. Потому что психология все-таки состоявшихся у футболистов, таких как Васильев, Гутер, Зимко, которые были в командах хорошего уровня. Им, Эдик Жевниров, им придало какую-то уверенность. Потому что было такое, что я говорил в первом круге. Вроде бы по игре было неплохо, но не хватало какой-то, знаете, иногда ребят, которые постарше, которые могли завести и подсказать в каких-то моментах. Им и помочь молодым ребятам, чтобы они немножко в каких-то моментах где-то действовали более рационально, более спокойно. Наверное, благодаря этим ребятам, которые нам помогли. Ну, плюс еще Лисакович и Варакса, которые нам добавили, тоже нам добавили креатива. Оба тренера берегли себя и свои голосовые связки, да и поводов особо эмоционировать не было. Моментов команды создали откровенно мало. Отсюда и закономерный итог. 0-0. Арсенал этот сезон проводит под знаменем сотрудничества с московским локомотивом. Уже сейчас, можно сказать, оно точно пошло на пользу для белорусского клуба. Но вот Олег Кубарев довольствоваться лишь местом в середине таблицы не привык. Мне кажется, что позитивно оценивается сотрудничество. Но хотелось бы, конечно, не только, чтобы были из локомотива ребята, нас усиливали. Да, поискать и свое усиление внутри, кого-то пригласить. Потому что сегодня мы видим, что команда молодая, она повзрослеет. И, наверное, надо, чтобы двигаться вперед, все-таки задачи ставить более высокие и к ним уйти. Поэтому усиление однозначно нужно. Минск остался, но что дальше? Еще один такой сезон футбольный бок может и не простить. Надо усиляться, однозначно говорит Челядинский. На кону и репутация. Такие мы будем задачи ставить, точнее, руководство будет задачи. В принципе, задачи были перед сезоном, как бы они озвучены, что мы не могли никого взять перед началом сезона. То есть были вообще практически все свои воспитанники, все практически молодые ребята были. Задача была как бы расти своих футболистов и дальше их отпускать в профессиональный клуб. Все равно без 2-3 человека, которые опытные, которые могут немножко рассудительно сыграть в игре, они нужны. Естественно, мы будем это озвучивать с руководством, посадиться, общаться, к чему мы придем. Опять же, есть нюансы, опять же, есть и финансы, какие будут, еще что-то. Все это взаимосвязано, то есть не может быть одного. Продолжение следует...